Добрый вечер! Продолжаем изучение недельного раздела Торы Байгаш. Яаков, которому становится известно, что его сын Йосеф жив, он многие годы оплакивал его как погибшего или, по крайней мере, пропавшего без вести. И, наконец, становится известно, что Йосеф жив, что он находится в Египте, более того, что он управляет всем Египтом. И предыдущая глава заканчивается словами «И сказал Израиль довольно, еще Йосеф мой сын жив, пойду же и увижу его, прежде чем умереть». Есть здесь решение отправиться в Египет. Для чего? Чтобы поблагодарить Йосефа. 46 глава, с самого начала. «И отправился Израиль со всем, что у него, и пришел в Байаршеву, и принес жертву Богу отца своего Ицхака». Путь в Египет идет на юг через Байаршеву, понятно, и принес жертву Богу отца своего Ицхака. «И говорил Бог Израилю в ночных видениях, и сказал Яков, Яков». И тот сказал «Вот я». И он сказал «Я Бог твоего отца, не бойся сойти в Египет, и великим народом я сделаю тебя там. Я сойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно, и Йосеф положит руку свою на свои глаза». И отправился Яков из Байаршевы, и повезли сыны Израиля Якова, своего отца и своих детей, и жен на повозках, которые прислал фараон, чтобы привезти его. И взяли они свой скот и все имущество, которое приобрели в земле кананской, и пришли в Египет. Яков и весь его род с ним, своих сыновей и внуков, что при нем, своих дочерей и внучек. Весь свой род привел он с собой в Египет. Посмотрим еще раз этот текст уже внимательно, и обратим внимание на ряд довольно странных деталей. «Так и отправился Израиль со всем, что у него, и пришел в Байаршеву, и принес жертву Богу отца своего Ицхака». Это выражение в Туре практически не встречается. Если уже вспоминается отношение к Богу, стоит здесь отвлечься сказать два слова, в основном, когда вспоминается отношение к Богу, тут же подчеркивается. Точно так же, как мы говорим в молитве. «Элюкейну» и тут же сразу «элюкей авотейн». Бог наш, но Бог наших отцов. То есть, наше отношение к Богу, наше обращение к Нему, оно всегда-всегда проходит через наших отцов. Они, наши праатцы Афрамы, Ицхак и Яков, они раскрыли Всевышнего, они проложили пути нам к тому, как к Нему относиться. У каждого был свой индивидуальный подход, каждый находил именно ту определенную сторону, которая Всевышний раскрывается в этом мире, которая отвечала его направлению в жизни. Поэтому мы в молитве говорим «Окей, Авраам, Ицхак, Ильукей, Яков, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова». Не говорим «Бог Авраама, Ицхака и Якова». Короче, экономнее. Мы именно говорим так «Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова». Потому что любое из этих отношений, отношение Авраама к Богу, это не то, что отношение Ицхака к Богу. У каждого из них был свой индивидуальный путь, потому что те медот, те атрибуты Всевышнего, которые он проявляет в мире, каждый из праатцев сосредоточился на одном из атрибутов, который и был ему путеводной звездой в его жизни. Если так, то совершенно естественно ожидать, что когда речь идет о Якове, он еще один из праатцев, то Тора скажет, что он приносит жертву Богу своего отца Ицхака и Богу своего праатца, своего деда Авраама. Так, естественно, как и мы, мы вспоминаем всех праатцев. Этого Тора не говорит. Бог Авраама здесь уходит. Вместо этого Богу отца своего Ицхака. Вопрос, естественно, почему? Это первый вопрос. Второй. И говорил Бог Израилю в ночных видениях. И сказал Яков, Яков. И здесь ряд вопросов возникает. Тора подчеркивает, что вот это вот откровение было именно в ночных видениях. Какая разница? В ночных, в дневных, в вечерних. Почему это так важно подчеркнуть? И еще. Начинается, говорил Бог Израилю. То есть, имя Якова здесь начинается, как Израиль. А уже обращение Всевышнего к нему. И говорил Бог Израилю в ночных видениях. И сказал Яков. Почему так? В одном и том же предложении тот же самый человек назван двумя именами. Мы знаем, у него было два имя. Одно имя, которое дали ему еще родители. Второе имя, которое дал ему Всевышний. Ну, так либо одним именем пользуются, либо другим. Но уж в одном предложении оба имени немножко странно. И еще. И он сказал, что Всевышний говорит. Я Бог твоего Отца. Не бойся зайти в Египет. Если человеку говорят, не бойся, значит, чего ты боишься. Но, казалось бы, это совсем не ладится совсем тем, что сказано раньше. Наоборот. Предыдущая глава была окончена на очень мажорной ноте. И сказал Израиль довольный. Еще Иосиф, мой сын, жив. Пойду и увижу его, прежде чем умереть. Понятно, что человеку, которому сказали, что его выяснилось, что его сын жив. Он думал, в 20-20 лет, что его сын умер. Оказывается, он жив. Естественно, он находится на подъеме. Он еще раньше. В Атхи Рохяков ожил Дух Якова. Известно. А Ункилос приводит здесь, и Раши его цитируют. Что имеется в виду, что к Якову вернулась Роха-Кодыш. То есть, пророческий Дух к нему вернулся. А пророческий Дух, как известно. Он может присутствовать. Он может приходить к человеку только тогда, когда тот находится в возвышенном состоянии Духа. Только человек, который находится в страхе, человек, который обуревает страх, или он находится в состоянии огорчения, беспокойства и так далее, к нему Роха-Кодыш, пророческий Дух не приходит. Значит, получается, что Яков был в самом возвышенном состоянии Духа. Почему же тогда? Всевышний, объясняя, обещаясь к нему, говорит ему, не бойся. Откуда же страх? И что это за страх? И почему он не упомянул? Начнем разбирать. На первый вопрос, почему сказано, что Яков приносит жертву Богу отца своего Ицхака, Раши, отвечая, так он приводит цитату из Талмуда, это сказано так для того, чтобы научить нас, что долг почитания отца превосходит долг почитания деда. Именно поэтому и связал с именем Ицхака, а не с именем Авра. То есть у нас есть заповедь, заповедь почитания родителей. Но поскольку родители наши, это не только, как говорит Талмуда, то есть внуки, они, в общем-то, как и сыновья, поэтому заповедь почитания родителей распространяется и на предыдущее поколение, то есть и на дедушку, и на бабушку. Есть такая заповедь? Безусловно, есть обязанность. То есть так же, как мы обязаны заботиться о своих родителях, мы обязаны заботиться о бабушке и дедушке. Так же ли? То есть в той же самой мере. А как быть, если эти интересы сталкиваются? Самый простой бытовой пример. Человек сидит, хозяин дома, за столом в субботу, режет халу, дальше он должен раздавать куски халы. Это вопрос, кому первому, кому второму, кому третьему и так далее. А если у него за столом сидит его отец и его дед, тогда кому первому? Обывательский подход говорит, естественно, деду, он же старший. Я говорю, не-не-не, вот здесь вот сказано не так. Здесь сказано, что есть обязанность, безусловно, несмотря на то, что есть обязанность. И почитание родителей распространяется и на деда тоже. Но обязанности нашей по отношению к родителям, они стоят на первой. Их в первую очередь, как пишет Раши, долг почитания отца превосходит долг почитания деда. Это Тора и выразила тем, что она опустила здесь бога Авраама, который был дедом Якова, и оставила только бога Ицхака. Ну, это мы отсюда учим. Учим и это отсюда учим, но вопрос-то остается, какое все это отношение, как связать это все с контекстом, в котором это все появляется, какое отношение имеет именно к тому, почему именно здесь, когда Яков собирается в Египет, для того, чтобы увидеть своего сына Юсефа, почему вдруг именно здесь Тора нашла нужным, необходимым рассказать о том, какие приоритеты существуют в области почитания родителей. Ну и остальные вопросы тоже остаются, пока еще не разрешены. Мы обратили внимание на то, что Тора называет здесь Якова двумя имена. Начинает она с того, что и отправился Израиль со всем, что у него, и в конце предыдущей главы тоже был Израиль, и сказал Израиль, довольный, еще Юсеф жив, отправлюсь к нему, а заканчивается все Яков, Яков. Различия между этими именами есть, указывают комментаторы на несколько различий. Ну, первое мы сказали именем Яков, имя Яков Далима, родители, имя Сраиль Далима, Всевышний, но есть еще одно различие. Яков – это имя собственное, частный человек. Яков – отец семейства, муж своих жен, отец своих детей, дед своих, внуков Яков. Израиль – это не просто отец семейства, а это пратец еврейского народа. Поэтому нам становится ясно, что как частный человек, безусловно, Яков был рад. Он был рад, он идет навстречу своему сыну, любимому своему сыну Юсефа, которого он не видел больше 20 лет. Конечно. Но как пратец еврейского народа, он начинает серьезно опасаться, и в сердце его закрадывается страх и беспокойство. Почему? Да потому что, как пишет это один из комментаторов Хескуни, ведь теперь я отправляюсь в Египет. Быть может, приближаются дни, которые предвестил Бог моему деду Аврааму, сказав ему, знай, что пришельцами будут твои потомки в чужой земле, и проработят их, и будут угнетать там 400 лет. Ведь вся история с разлукой с Юсефом, она с того-то и началась, что Яков отправил Юсефа в Шхен, не зная, что на самом деле он отправляет его, в Египет, как сказано там, и проводил его до долины Хевронской, спрашивают там мудрецы, с каких пор Хеврон вообще в долине никогда не был, город Хеврон, он находится на горе, что это за долина, глубина такая. Следовательно, говорят наши мудрецы, нужно понимать это так, то, что он сейчас посылает своего сына в Шхен из Хеврона, все это исходя, и в результате того глубокого замысла, отсюда это слово долина, то есть низина, глубина, тот самый глубокий замысел, который был сообщен Авраму, похороненному в Хевроне, которому было сказано, ты знаешь, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле, и будут их там прорабощать и угнетать 400 лет. Сейчас пришло время реализации того предопределения, которое было озвучено еще в Бритбен-Абитарим, в то время, когда Аврам заключил союз со Всевышним, союз между половинками, и пришло время его реализовать. Яков об этом, естественно, не знал. Он считал, что он посылает своего сына к братьям проведать, как они там в Шхеме, в Шхеме место опасное, неприятное. Он беспокоился, послал его туда их проведать. Он не знал. Ну и из этого путешествия в Шхем-Бесев не вернулся. Все эти годы Яков оплакивает своего сына, не зная, что он в Египте. Сейчас выяснилось, что он в Египте. Конечно же, нужно еще раз подчеркнуть, ведь все это, все вот это вот предсказание, сказанное Авраму, Бритбен-Абитарим, там не указана страна, в которой будет это происходить. Сказано только, ты должен знать, знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле. А в какой? Не сказано в какой. Сейчас выясняется, что Иосиф в Египте. Стало ли ясно сразу Якову, что ну вот пришло время платить по векселям, по тем самым векселям, которые были когда-то еще выданы во времена Аврама? Скорее всего нет. Но не исключено, что он опасается, что это именно так. И может быть оказывается, до этого может быть можно думать, что та земля, в которой придется ему и его потомству пребывать долгие годы за пределами Земры или Израиля, не знаю, может быть это будет в Швейцарии или еще где-то. Сейчас очевидно выясняется, что это совсем не так. Во-первых, пришло время, наверное. Во-вторых, этим местом оказался Египет. Место, безусловно, очень несимпатичное. Все эти волнения, хотя нет, хотя у Якова нет четкого понимания, что это на самом деле так. Но опасения, опасения эти и есть. Почему они не описаны в Торе? Почему нигде это не сказано? Почему все, что есть, потому что сказано с одной стороны, наоборот подчеркивается, насколько Яков был в приподнятом настроении, в приподнятом состоянии духа, а Всевышний его успокаивает и говорит, ну ты не бойся, не бойся, не бойся. И он на самом деле, после того, как не бойся, что Всевышний ему говорит. Посмотрим еще эти слова. И он сказал, я Бог твоего отца, не бойся сойти в Египет, ибо великим народом сделаю я тебя там. Ты опасаешься, что то самое, что было сказано Абраму, должно случиться сейчас, это действительно так. И место, в котором все это произойдет, это Египет. Я сойду с тобой в Египет, я выведу тебя обратно, и Йосеф положит руку свою на твои глаза. То есть, ты уже там в Египте и останешься. Почему же этот страх не указан? А причина уже, причина она та, которую мы указывали здесь на очень-очень многих уроках. Принцип, по которому Тор излагает события, следующий. То, что написано в тексте, пшат, апашут, то есть, простое значение текста – это то, как событие увидел бы сторонний наблюдатель. Драж – это то, что происходит в душе человека и не всегда проявляется на его поведении. Так что, сторонний наблюдатель может это и не увидеть. Он не видит, что человек думает, он не видит, что человек чувствует. Иногда люди дают волю своим чувствам, и их чувства, их страхи, их опасения, они проявляются и на их поведении. Но иногда нет. То есть, тот, кто увидел бы Якова, когда он отправился из своего дома по направлению в Берше, он увидел бы действительно человека, который радуется, старика, который радуется, что он на старости лет наконец-то увидит своего сына, которого не видел больше 20 лет. Но в глубине души у него опасения, поскольку они внешне не проявлялись никак. Тора о них и не пишет. В тексте их нет. Устная Тора, благодаря тем намекам, которые есть, нам говорит, действительно, этого он и опасался. От Всевышнего, от Всевышнего это не скрывается. Всевышний судит человека не потому, как он себя ведет внешне, а Всевышний заглядывает ему и в душу, и в душе у Якова, безусловно. Опасения. Поэтому Всевышний начинает воспаковать. Не бойся. Не бойся. Почему не бойся? А если начинается рабство, если начинается угнетение, то есть чего бояться. Во-первых, это вещь необходимая, поскольку это было уже договорено со врагом. Во-вторых, если он еще опасается, этого тоже можно было опасаться, что даже если серьезного, может быть, угнетения там и не будет, но может быть и другое. Может быть, его потомки, которые придут в Египет, а место это снова очень симпатичный. Может быть, они там, может быть, пожив в Египте, им там понравится, настолько там понравится, что они захотят врасти в эту землю, что они захотят уже в ней ассимилироваться. Поэтому Всевышний его успокаивает. Я сойду с тобой в Египет, и здесь он обращается не к Якову, как к частному человеку, а к Израилю. Я сойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. То есть, весь народ, он в Египет сойдет, там ты станешь великим народом, но оттуда ты уйдешь. И Иосиф положит руку свою на твои глаза. Это значит, что с Иосифом больше ты не расстанешься, то есть, вернуться домой ты уже не сможешь, ты останешься там при нем до самого последнего твоего дня, до дня твоей смерти, что и сказано в этих словах, что Иосиф положит свою руку на твои глаза. И отправился Яков, читаю я дальше текст, и отправился Яков из Бер-Шевы, и повезли сыны Израиля Якова своего отца и своих детей и жен на повозках, которые прислал фараон, чтобы привезти его. Обратим внимание еще на одну любопытную деталь. До этого сказано «И отправился Израиль со всем, что у него и пришел в Бер-Шеву». Не сказано, что его повезли из дома в Бер-Шеву. Это значит, что он шел своим ходом, несмотря на преклонный возраст. А из Бер-Шевы и отправился Яков из Бер-Шевы как? Своим ходом уже нет. И повезли сыны Израиля Якова своего отца. Они его уже везут. Идти своим ходом он уже не может. То есть физические силы ему уже здесь изменили, когда он понял, на что он идет, что он сейчас в общем-то ведет. Идет сам и ведет все свое семейство в египетское рабство, то силы ему уже здесь отказали. И если это наше объяснение правильное, то мы, пожалуй, можем дать еще один прокомментировать несколько иначе то, что сказано выше. и принес жертву Богу отца своего Ицхака. Мы привели здесь объяснение Раши в свете того, что мы сказали сейчас, будет нам позволено дать еще один другой комментарий. И Авраам, и Ицхак, и дед Ицхак, и отец оба в свое время из-за голода, который случился, оба решили отправиться в Египет. И Авраам, и Ицхак. Но только закончилось это по-разному. Аврааму Всевышний не препятствовал прийти в Египет. И он действительно, когда был голод, он отправился в Египет. Там, правда, случились большие неприятности, но, слава Богу, он вышел из этого сухим из воды. С Ицхаком было почти то же самое. А именно, голод был, и он тоже отправился, правда, не через Бершееву, а чуть ближе к морю. Он шел через землю Плештин, но вот Всевышний там его остановил. Сказал тебе, не позволено. Ты остаешься в этой земле, и, несмотря на голод, ты ее держишь. Поэтому сейчас, принося жертвы в Бершееве, а Бершеева, кстати, было местом, в котором жили оба, и Авраам, и Ицхак. И вот там, в доме своих, на земле своих предков, принося жертву Богу, он имеет в виду, здесь именно написано Богу отца своего Ицхака. Он надеется, быть может, якого надеется, что в самый последний момент Всевышний остановит его так же, как он остановил когда-то Ицхака и не дал ему уйти за пределы Иеруси Своя. Но этого не случается, Всевышний успокаивается, ему говорит, ты-таки, да, пойдешь. Пойдешь, почему? Потому что великим народом сделаю я тебя. Именно там, именно там, в Египте, семья Яакова и превратится в народ. Читаю дальше шестой стих. И взяли они свой скот и свое имущество, которое приобрели в земле Краанской, и пришли в Египет. Яаков и весь род его с ним, своих сыновей и внуков, что при нем, своих дочерей и внучек и весь свой род привел он с собой в Египет. Подчеркивается здесь, что они собрали с собой все имущество, которое приобрели в земле Краанской. На самом-то деле у Якова было еще имущество. И он стал залиточным человеком еще до того, как он вернулся от своего тестя Лавана в землю Краанскую. Еще, будучи у тестя, хотя первые годы он работал на него, бодрачил на него и был совершенно абсолютно гол, как сокол, но последние шесть лет, которые там он его провел, то он приобрел довольно серьезное имущество. И если Тора подчеркивает, что он взял с собой имущество, которое он нажил в Эрдск-Наан, значит, получается, что имущество, которое он нажил в Харане у своего тести Лавана, он не взял с собой, если в этом какое-то значение. Раша говорит, да, то имущество, которое они приобрели в земле Краанской, однако все приобретенное им в Падана-Раме, то есть в Харане у Лавана, он отдал Исау. Даром отдал Исау? Нет, недаром. За его долю в пещере Махпела. Поскольку пещера Махпела является семейным склепом, там похоронен Авраам, были к тому времени похоронены Авраам и Сара, Махпела, то желая быть похороненным именно там, а может быть, что места там двоих уже не хватит, потому что это место было приспособлено для всего лишь четырех пар, то Яков предлагает Исау сделку. Он покупает у него его место, хотя Исау старше, но он у него покупает право на то, чтобы быть похороненным в пещере Махпела. Почему он так сделал? Потому что то достояние, которое приобретено было за пределами земли Израиля, для меня ничего не значит, то есть особого, особой брахе оно мне не принесет, и поэтому он с удовольствием отделался от этих денег приобретя тем самым куда более важную для себя вещь право быть похороненным в пещере Махпела. Остался у нас один единственный вопрос, на который мы еще не ответили, это почему Тора подчеркнула, что вот это вот пророчество, то самое обращение Всевышнего к нему успокаивающее пришло к нему в ночных видениях. А Аусамеяха в своем комментарии Мешихохме он пишет, что это, конечно, не случайно, это связано со всем тем, что мы говорили раньше. Есть у нас два состояния, состояние дневное, состояние ночное, вечернее. Так уж вся наша жизнь, она состоит из двух этих фаз. День и ночь. День, светит солнце, птички поют, все хорошо, человек всегда в куда более приподнятом состоянии, начинается темнота, солнце уходит, свет уходит, тьма наступает. Малоприятное состояние, в особенности человеку, который выйдет из отопленной и освещенной электричеством комнаты и окажется так вот на природе, как жили все время предки в темноте ночи, не самое приятное. Поэтому в писаниях пророков очень часто ночь соответствует состоянию Галута, то есть состоянию именно ненормальному, состоянию временному, в котором не проявляется управление миром так, как оно должно управляться, и уход в Египет это Галут, именно вот такое время сокрытия ему вполне точно соответствует ночь. Поэтому, что человеку нужно ночью? Мы знаем, что утренние молитвы, в утренней молитве мы упоминаем после того, как мы читаем Шма, мы заканчиваем это подтверждением в проход словами Эмет, Вьяциф, все это, все, что мы сказали про единство Бога, про его правление миром, все это верно, все это правильно, все это истинно, все это неколебимо, незыблемо. Вечером, произнося похожую браху, мы несколько изменяем слова. Вместо Эмет, Вьяциф, Эмет, Веймуна. Это Эмет, это верно, правильно, и Эмуна, в это мы верим. Если правильно, естественно, в это мы верим, ничего подчеркивается. Вы сняли Талмуд, это не случайно, это соответствует словам царя Давида. Утром воспеваем твою милость. Утром любой человек нет большой сложности ему поблагодарить Всевышнего, когда он чувствует улыбку Божью, когда есть свет, когда есть солнце, когда... Вечером все не так, вечером никакого света, никакой улыбки, вечером мир поворачивается к нам, как тыльный стороной. В это, в этом состоянии нужна вера. Вера в то, что ночь закончится. Рано или поздно она кончится и снова придет утро, снова взойдет солнце, снова будет свет, начнется светлый день. Но в это нужна вера. Для этого нужна вера, потому что ночью мы этого не видим, мы этого не чувствуем. Все, что мы чувствуем ночью, это темноту, холод, отчужденность, страхи, безусловно, любой шорох, любая-любая тень, ночью вселяет человека страх, то, что не происходит днем. Но нужно верить в то, что это пройдет. Точно так же и состояние галута. Состояние галута, в котором необходимо. Вот эта вот вера, что это темное состояние, это ночь, она не вечна. Мы идем сейчас в Египет, это верно, но идем туда не навечно. Поэтому Всевышний и обращается к Якову именно Бемар-Оталайла в ночных видениях. Ясно, что он идет в галут. Продолжаем дальше. И вот имена сыновей Израилевых, пришедших в Египет, Яков и его сыновья, первенец Якова, рувен, сыновья рувена, ханох и фалух и цроны, корми, сыновья Шибона, и Муэли, и Армины, и Оады, и Яхины, и Цоры, и Шауль, сын Кенаненки. Идет такое перечисление почти как перепись населения. Много здесь упомянутых имен. На секунду остановимся, что значит Шауль, сын Кенаненки. Кто такая? Кенаненка. Ответ Раши. Я имею в виду, это сын Дин. В общем, у Дина называется, Дина дочь. Дина дочь, Якова Илей. Почему она вдруг называется здесь Кенаненка? Менцы так ее называли. Почему? Потому что ибо ей овладел Кенаненей. Та самая история со Шхемом, когда Дина попала к Шхему. И почему же здесь ее сын называется сын Кенаненки? Потому что, когда убили Шхему, продолжает Раши, то Дина отказалась выходить из его дома. И не соглашалась выходить, пока Шимон не поклялся ей, что возьмет ее в жены. И стало быть, сын, который упомянут здесь, Шауль, сын Дины. Среди сыновей Шимона упомянут здесь Шауль, сын Кенаненки, то есть сын от Дины и Шимона. А сыны Леви, Гершон, Киат и Мирови, а сыны Юды, Эр, Эонан, Ишела и Перец и Зерах, и умерли. Эр, Эонан, земля Кенанской, старшие сыновья Юды, они там умерли. Та самая история, которая предшествовала истории Юды и Тома. А сыновьями Переца были Хицрон и Хамуль. А сыны Исахара, Тула и Фува, и Йов и Шимрон, а сыны Звулу, Насер и Дейлон, Яхлель, это сыны Леи, которых она родила, Якова, Падана Раме, и Дину дочь его, всех душ, сынов его и дочерей его, 33. Здесь представляются не только имена, но и количество, сумма окончательная, 33. А сыны Гада, Цифон и Хаги, Шуни, Ецбон, Ири, Арудия, Релисыны, Ашера, Имна, Ишва, Ишви, Ибри, Ай, Серых, их сестра, Серых и сестра, и сыны Бри, Хевр и Малькиэль, это сыновья Зильпы, которую Лаван дал Лея, своей дочери, она родила их Якову 16 дочерей. Здесь идет эта перепись населения по матерям. Сначала сыновья Леи, потомки Леи, 33. Теперь сыновья Зильпы, их 16, сыны Рахели, дочери Якова, Йосеф и Беньямин, и эти родились в Евгипте у Йосефа, их родила и Мосна, дочь Патифера, жреца из Она, Минаша и Ефраин, а сыны Беньямина, Белла и Бехираш, Белла и Герайна, Аман и Ихи, Ирош, Мупим, Купим и Ард, это сыны Рахели, которые родились у Якова, всех душ 14. То есть душ 14, понятно, что это включает здесь Йосефа и двух его сыновей, которые родились в Египте. А сыны Дана, Хушим, а сыны Нафтали, Яхцели, Гунии, Ецеры, Желем, это сыны Били, которые дал Лаван Рахели, дочери своей. И она родила Якова всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, пришедших от него, кроме сынов Якова, всех душ 66. А сынов Йосефа, которые родились у него в Египте, двое. Всех душ дома Якова, пришедших в Египте, 70. Для чего весь этот отрывок с подробным перечислением всех имен и полный подсчет и так далее. Прежде чем мы ответим на этот вопрос, можно сказать, что внимательный человек остановился бы сразу прямо на последнем стихе. Как так написано? Сынов Йосефа, которые родились у него в Египте, двое. Значит, Йосеф плюс два равняется три. Всех, точнее, простите, выше. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, пришедших от него, кроме жен, сынов Якова, жены их не считают здесь. Всех душ 66. 66. А сынов Йосефа, которые родились у него в Египте, двое. 66 плюс два, 68. Сам Йосеф, 69. Всех душ дома Якова, у предшедших в Египет, 70. Как можно такое сказать? 66 плюс 3 равняется 70. При сумме желания, 66 плюс 3 равняется 69. Как быть? Попросы-то зают, конечно, все комментаторы. Двое из них, Абеаврам ибн Эзра и Ражбам, внук Раши, говорят так. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, было 66 плюс трое, которые были в Египте, они не пришли с Яковом. А кто 70? Сам Яков. Вот и все. Все просто. Но Раша, как известно, объясняет мне так. Раши задает вопрос не здесь, в 26 стихе, а выше. Там, где написано «всех душ сынов и дочерей его 33». То есть, «когда эти сыны Леи, которых она родила, Якову, впаданы рами и Дину дочь его, всех душ сынов его и дочерей 33». Пишет Раши. Но если посчитать внимательно, по одному так просто загибая пальцы, то при всем желании 33 не находится. 32. 32. Проблема. Как кто каждый раз начинает что считать, так у нас всегда одно с другим не скроется. в истории написано, что физическое наказание тому, кто нарушил закон, ему можно дать 40 ударов, говорят мудрецы. 40. Так, чтобы 40. 39. До 40. Не совсем 40. А что здесь тоже? Мне здесь в виду, что 33, не совсем 33, 32, почему тогда написано 33. Отвечает Раши. 33-е – это Йохевет. Йохевет – дочь Леви и мать Муше, которая родилась меж стен, когда они входили в город. То есть она родилась, жена Леви родила дочь Йохевет прямо на паспортном контроле, где-то между паспортным контролем и таможней. Получается, что она как бы не из тех, кто родились в Иерусе и Сраиль, уже не из тех, но не из тех, кто родились уже потом в Египте. Она прямо вот на границе. То есть в Египет должны были войти 70 человек. Она рождается там. Все это очень здорово. А почему тогда это не упомянуто? Раши приводят доказательства, как сказано, когда она упоминается, которую жена родила Леви, жена Леви родила ему в Египте, стало быть, уточняют наши мудрецы, и Раши их цитируют, рождение было в Египте, но беременность была еще не в Египте. То есть беременная она была еще до того, как пришли в Египет, а уже рождение произошло в Египте, прямо там на паспортном контроле, на границе. почему Раши отказывается от, казалось бы, такого простого объяснения, которое дают Ибн Эзра и Рашбам, почему бы не просто сказать действительно, 69 человек здесь было, было 69 вместе с Яковом, а 70 это Яков. Ответ он очевидный, потому что Раши подсчитывает не там в 26 стихе, а раньше. То, что мы говорим Яков, Яков, он 70, но дело это не в том, что, не только в том, что 66 плюс 3 равняется 69, а не 70. Ведь проблема-то в том, что среди сыновей Леи написано, что их 33, а их на самом деле, если почитать, 32. Так что мы скажем, что 33 это Яков, если 33 это Яков, то почему его записали среди сыновей Леи? В той же самой мере он мог быть записан среди сыновей Рахель, может быть, даже больше того, всё-таки Рахель была для него, хотим не хотим, она была для него любимой женой, той, ради которой он вообще посватывался к Лавану. Тогда почему его записывает Тора тогда именно к сыновьям Леи? Стало быть, Яков не удовлетворяет здесь Раша никоим образом, поэтому он предпочитает здесь то, что говорят наши мудрецы, что недостающий 70-й это тот же самый, который недостает в исчислении выше 33 потомков Леи, среди них 33-й это Юхевит, родившиеся при входе в Египет. Спросим с другой стороны, а почему тогда Рашбам и Бнезра не идут вслед за Рашей? Почему они предпочитают Якова? Потому что стих, последние два стиха, они представляют собой невероятные противоречия, когда сказано, что всех душ, пришедших с Яковом, 66, плюс еще сынов Юсефа, еще двое, и еще Юсеф, и всех душ дома Якова, пришедших в Египет, 70, ну-то как это может быть 66, 66, плюс 3, при всем желании, 69, а не 70, поэтому они предпочитают написать здесь Яков, что имеется здесь в виду, Яков, который добавил, он 70-й, что на это ответит Раши? А Раши отвечает на это просто, Раши, может быть, не совсем просто, Раши требует о нас терпения и попытку понять некоторые вещи в еврейской грамматике. Как там сказано всех душ предшедших с Яковом в Египет, предшедших от него, кроме сынов Якова, всех душ 66. Говорит Раши, так как вы перевели это не совсем так, чтобы точно. Дело в том, что вот это вот слово коль нефеш хабаа или хабаа можно его понять в двух формах. Либо как глагол в прошедшем времени, те души, которые пришли в Египет. Их было 66. Вторая возможность это понять его как понять его в настоящем времени, тогда это будет уже причастие, то есть приходящие сейчас, идущие, приходящие. А чего это зависит? А зависит это от того, на каком слоге стоит ударение. Можно это прочитать баа, можно прочитать баа, есть всего два слога, либо на первом, либо на втором. Пишет Раши, то, что сказано всех душ пришедших с Яковом, это покинувшее Кенаан, для того, чтобы идти в Египет. Это слово хабаа, хабаа, стоит здесь не в прошедшем времени, а в настоящем, поэтому ударение на последнем слоге на алиф, то есть коль нефеш хабаа, это означает, если уж совсем точно переводить, всех душ приходящих с Яковом в Египет в настоящем времени, то есть тех, кто, когда мы пользуемся простым прошедшим временем, когда мы описываем факт, который имел место быть, кончился и завершился, всего, сколько пришло в Египет, то есть если бы мы оказались там на таможне и посчитали бы, сколько всего народу сейчас зашло, сколько душ прошло, столько-то душ, они пришли, здесь используется простое прошедшее время, но в 26-м тихе, говорит Раши, там не простое прошедшее время, по ударению мы понимаем, по ударению, которое на последнем слоге мы понимаем, что там как раз именно настоящее время, то есть имеется здесь в виду те, которые вышли из земли кинанской, приходящие в Египет, их было 69, плюс два сына Йосефа, плюс сам Йосеф, их было, простите, приходящих в Египте было 66, как сказано там, 66, плюс два сына Йосефа, плюс сам Йосеф, 69, а когда пришли в Египет, дальше в конце, когда они покинули кинан, чтобы идти в Египет, их было 66 человек, а дальше сказано, всех душ дома Якова, пришедших в Египет, то есть которые пришли в Египет, было 70, это простое прошедшее время, здесь уже, здесь в прошедшем времени по этому ударению на первом слоге, на бет, коль нефиш, аба, ведь когда они пришли туда, их было 70, почему, потому что они там нашли, их было 66, те, которые вышли, они там нашли Йосефа и его двух сыновей, плюс Йохевет, которая родилась прямо там, именно поэтому ей пришлось возродиться между, прямо там на паспортном контроле, уже, то есть она не родилась в Кнаане и не в Египте, 66 нельзя было её туда подчислить, поэтому всё вместе получается и 70. Стало быть, по Раше эти два стиха, они не противоречат друг другу, действительно, в первом тихе сказано о том, кто ушёл из земли Канаанской, чтобы прийти в Египет, а в втором тихе сказано, сколько было тех, которые пришли в Египет 70. Вопрос остаётся один, почему, потому что вопрос страшный, почему же тогда Тора нигде её не упомянула в Диме, почему нужно вот этот факт оставить таким вот намёком, чтобы мы здесь, производя все эти арифметические действия, прибавляя 66 плюс 3 или считая 32 из 33, пришли бы к выводу, что одно не достаёт и тогда мы сказали, о, это имеется в виду Дима и так далее, почему бы её не написать прямо так? Добавим ещё один вопрос. Мало того, что Дину, которая здесь учтена в числе по имени не упомянула, но по имени упомянули людей, которые в Египет не пришли, это Эр и Она, они же умерли, а их тогда зачем их упомянуть? Ту, которая пришла в Египет и Хеведа, её не упомянули по имени, а те, которые не пришли Эр и Она, которые умерли давным-давно, их она упомянула. Какая логика здесь, в чём здесь? Ещё. А почему вообще упомянуты? Здесь почти все упомянуты. Феминистский вопрос. Почему все упомянуты мужского рода? Почти все. Ну, с исключением только упомянуты здесь Дина и Сера. Всего всего две женщины, а где все остальные? А что там, где девочек больше не было? Естественно, было. Полно было. А почему они не упомянуты? Начнём именно с этого. Очень неполиткорректный ответ. А девочки не упомянуты, потому что Тора здесь на самом деле это не даёт нам переписи населения. Это не переписи населения. То есть, если бы мы смотрели в документы, которые составляли пограничники и таможенники там на границе, они бы, конечно, записали куда больше, чем 70 человек. Туда бы записали всех девочек. Список был бы по визам куда больше. Торгают мне об этом. Ведь, как сказано выше Всевышний, сказал Якову, там ты превратишься в великий народ именно там, в Египте. В Египте семья, клан должна превратиться в народ. У этой семьи, каким образом превращается в народ, есть ствол один. Он представляет собой праотцев Авраам, Ицхак и Яков. Затем из этого ствола идёт первое разветвление на 12 колен, 12 сыновей. Затем следующее, то есть те самые, это уже не ветви, перейдём к другому сравнению. Краеугольные камни, на которых будет строиться потом всё строение еврейского народа, их 70. Их должно быть 70, это ровное число, 70. Ни одним больше, ни одним меньше. 70. В это число, кто заканчивает собой это число? девочки сюда неупомянуты. Не потому, что их не было, конечно, были, но они вот тем самыми, тем самыми краеугольными камнями не являются. А записаны именно те, которые являются такими краеугольными камнями, каждый из них особый, особый камень, без которого строение вот этого еврейского народа не было бы целью. Юхэвит сюда не подходит. Почему? Она что, не краеугольный камень? Все, весь смысл ее, все назначение ее в жизни было очень важным. Она мать Мушэ. Она должна была родить Мушэ. А кто такой Мушэ? Мушэ, он, Мульферабейн, он вождь всего Израиля. И как это сказано в святых книгах, человек становится вождем, если в состоянии быть настоящим вождем, если у него есть то, называется Нишама Колелит. То есть душа, которая включает в себя, общая душа, которая включает в себя души всех остальных людей, коим он и должен быть вождем и лидером. Поэтому Раши приводит в нескольких местах в Торе, обращает наше внимание на то, что Тора приравнивает, ставит на одну доску Мушэ и Израиля. Как, например, это в главе Итро сказано, что Тора прослышал все те чудеса, которые получается, что Мушэ и Израиль, они как бы на... Мушэ равносилен всему Израилю. Почему? Потому что он вот то самое общая душа. Поэтому он не является... он не один из, а он включает в себя всех. Стало быть, и женщина, которая дает ему жизнь, она тоже именно такая. Поэтому ее в перечислении 70 индивидуальных душ, 70 краеугольных камней не зачисляют. Понятно и то же самое, то, что пишут и Рашбам и Бенезра. Они говорят, кто был 70-м, кто здесь не упомянут в этом перечислении, и он 70-м. Это Яков. Тоже понятно. Потому что он тоже та же самая общая душа, из которой все выходит. Он-то еще ствол, из него все выходит. И 12 колен, и 70 душ, из которых потом строится еврейский народ, они все выходят из него. Поэтому он здесь не упомянут среди них, а он только дополняет, превращая эти 70 в полное целое. Можно сказать, что и Бенезра спорил с этим утверждением мудрецов, которые привел Раши, что 70-е это Юхевед, и Бенезра приводит еще одно возражение. Вот какое. Странно. Ведь если так, почему Писание не упомянуло сам этот факт, вот такого невероятного чуда, то, что Юхевед родилась там. Что такое странного чуда, что она родилась там, в Египте на таможне. Странно говорит Бенезра, вот что. Мы знаем, что еврейский народ пробыл в Египте 210 лет. Моше было 80 лет, когда вышли из Египта. Это получается, так выходит, что его мама родила его, если его мама Юхевед, она родилась при входе в Египте, значит, когда она его родила, ей было 130 лет. Это же какое чудо. Ведь Писание во всю историю с Сарой, которой было 90 лет, Писание упоминает, и наоборот, оно представляется как такое фантастическое чудо. А Сара была намного моложе, и всего-то было 90 лет, почти молодая женщина, рядом с Юхевед, которая родила в 130 лет, так об этом уж тем более надо было упомянуть, почему Писание упоминает подробно и очень ярко выражено о чуде, которое произошло с рождением Ицхака, когда Сара в 90 лет родила, и почему она не упоминает. Вот это возражение Ибнезры против слов мудрецов Талмуда, что 70-й здесь была Юхевед. Харамбан, процитировав это возражение Ибнезры, пишет так, и поскольку он опровергает слова наших учителей, я вынужден ответить им. Комментировать разные комментаторы комментируют по-разному, но Талмуда невозможно, оставить это без ответа невозможно, потому что здесь подставлено под сомнение верность преданий наших мудрецов, поэтому такое возражение не может быть оставлено без ответа. В любом случае, история Юхевед, конечно, это огромное чудо, но, подчеркивает Рамбан, одно из скрытых чудес, которые являются основой Торы. Она ведь дочь самого Леви, то есть можно было бы сказать, знаете, может быть никакого-то чуда особо-то и нету здесь, вот почему, если было сказано просто, что она дочь Леви, мы уже говорили, что внуки, они как и сыновья, иногда Тора не различает, называет кого-то сыном или дочерью, хотя он на самом деле внук или внучка, поэтому может быть здесь то же самое, может быть она была на самом деле просто одним из потомков Леви, она была его внучкой или правнучкой, и тогда не нужно ей быть 130 лет, когда она родила Леви, но я скажу тебе то, что истинно и ясно в Торе, чудеса, которые делаются через пророка, то есть пророк сообщает о них изначально или через ангела, который сообщает послание Бога, вот такие чудеса Писание упоминает, те же чудеса, что происходят сами собой, просто для того, чтобы помочь праведнику или уничтожить злодея, ни в Торе, ни в пророках не упоминаются, то есть откуда взял Ибнезра вот этот вот априорный, утверждение о том, что если это чудо, то оно должно быть упомянуто, вовсе всякие чудеса упоминаются, упоминается всего лишь один разряд чудес, явные, откровенные чудо, которые приводятся, которые случаются для доказательства чего-то, они всегда перед тем, как они случаются, об этом приходит сообщение, вот так будет и так случиться, будет знамение, то, что называется, это сообщает либо пророк, либо ангел, либо ещё что-нибудь, например, как это было во время десяти ударов по Египту, мужей приходил фараон и говорил в такой-то день, такой-то час случится вот такая-то штука, сверим часы, посмотрим, так и будет, да, об этом Тора пишет, но ведь в мире происходит масса, десятки, сотни тысяч скрытых чудес, которые происходят не для того, чтобы кого-то, на кого-то оказать влияние, кого-то убедить, и кого-то в чём-то, нет, они просто для того, чтобы помочь праведнику, если нужно уничтожить злодея, поэтому они ни в Торе, ни в пророках вообще не упоминаются, это естественно, ведь, да и зачем бы по Писанию упоминать эти чудеса, да ведь вся Тора основана на скрытых чудесах, именно на скрытых, во всём, что происходит с народом Торы, есть только чудеса, а не законы природы, ведь обещание Торы есть не что иное, как чудеса и знамения, ведь нет такого закона природы, подчёркиваем, материальной природы, согласно которому человек, вступивший в запретную связь или поевший внутреннего жира, умрёт бездетным, Тора говорит, что человек, если ест хелеф, внутреной жир, который есть нельзя, то он умрёт раньше времени и бездетным, ну, есть какой-нибудь закон материальной природы, по которому это должно, может произойти, нет, нет такого закона, а Тора говорит, что это обязательно произойдёт, значит, здесь происходит скрытое чудо, подчеркнём, что под словами скрытое чудо, Рамбан имеет в виду на самом деле нечто другое, а именно, что помимо законов природы материальной есть ещё законы духовные, есть ещё одна закономерность, почему я на этом насталиваю, это потому что слово чудо по сути своей, что такое чудо, как объясняют, как объясняют это большинство охранимов, имеется в виду, чем чудо отличается от природы, природа это закономерность, устойчивая, устойчивая связь, причинно-следственная, которая каждый раз случается, а чудо что такое, это вещь, которая случается один раз, но если Тора говорит, что каждый человек, который будет есть хелеев, внутреннее сало, что он умрёт бездетным, что будет у него карет, это не значит, что такая вещь, она единая, одноразовая, нет, это тоже закон, только закон не материальной природы, и Рамбан называет его скрытыми чудесами, то есть вещами, которые выходят за рамки известных нам законов физического мира, законы природы, подчеркиваю, законы физического мира, не велят небесам превратиться в железо из-за того, что мы станем сеять в год шмиты, а Тора обещает, что если мы будем нарушать седьмой год шмиту, так небеса превратятся в железо, и все блага, обещанные в Торе, и вся удача, сопутствующая праведникам, в силу их праведности, все молитвы, все наши, все наши молитвы, это не что иное, как чудеса, но только какие чудеса, не явные, откровенные, как это было происходить из Египта, а такие, в которых незаметны изменения природы мира, нет, поэтому нет никакой необходимости, чтобы Тора написала здесь, что Йохевед родила, когда она была в очень преклонном бодрости, кроме того, аж, другое дело, Игнаезра возвращает, а почему же тогда Тора так подробно описывает чудо, которое произошло с рождением Ицхака, что Сара родила в 90 лет, а это просто нужно внимательно почитать текст такой трамбат, а я уже объяснял, что сотворенное для Авраама чудо стоит не в том, что думает упомянутым мудрец, то есть Игнаезра, ведь Авраам родил Ицхака за 75 лет до смерти, что они уж такие были, древние, дряхлые старики, да ничего подобного, Авраам родил за 75 лет до смерти, не прожив еще двух третей отпущенного ему срока, а ни в одном поколении, это не то, что тогда было, что другого, это общая природа человека, Рамбан он врач, знает о чем говорит, старость не приходит к человеку, пока он не прожил трех четвертей жизни, врачи так и делят человеческую жизнь, детство, молодость, взрослость и старость, стало быть, старость это только четвертая часть жизни, и в наше время, когда срок жизни 70 лет, врачи назовут старостью возраст после 60, а до 60 лет человек еще не старый, что такого страшного, у человека в возрасте 50-60 лет, 55-50 лет родился ребенок, ничего в этом удивительного нет, и еще, да ведь Авраам родил множество сыновей спустя 40 лет после рождения Ицхака, у него же еще от Ктуры родились дети, и это должно было бы быть во много раз большим чудом, известно, что и в нашем поколении встречаются люди, у которых рождаются дети в старости, когда им исполняется 70-80 лет, я сам лично знаю человека, евреи, у которого родились дети в 70 лет, или больше, насколько смогли сохраниться их жизненные соки, согласно их природе. У женщин тоже нет установленного срока, есть какой-то срок, который женщина перестает рожать? Нет. Пока у них есть месячные, они рождают. Поэтому, что же было с Авраамом и Сарой? Не в том, что они родили на старости лет, ничего странного в этом нет, да и стариками они еще не были. Удивительно, в истории Авраама и Сара совсем другое, то, что в юности они не могли родить, они же были много лет бесплодными, в этом-то странность, и все у них были заключения от врача, что родить они не могут, то, что бесплодие это неизлечимое, а сейчас родили друг от друга, как я уже объяснял в том месте. От Сарой произошло еще одно чудо, у нее ведь прекратилась до сих пор обычная женщина, а после этого женщины уже не рожают, она родилась, то есть, чудо, которое произошло с Сарой, почему Тора о нем говорит? Это было чудо откровенное, но не потому, что она была старая, ничего в этом странного нету, а чудо было в том, что у нее не было никакой возможности рожать, что она была абсолютно бесплодной, и это было очевидное, явное, открытое чудо. Поэтому Тора об этом говорит, а то, что Юхейв родила в возрасте 130 лет, ничего такого страшного нету, и не такое-то большое чудо, и Тора не обязалась рассказывать об каждом чуде, потому, что таких чудес на самом деле сотни тысяч и миллионов, Тора рассказывает только о тех чудесах, открытых, явных и откровенных, которые предсказываются прежде пророком или ангелом, и, как сказано, вот сейчас произойдет такое-то знамение, такое-то чудо, которое произойдет вопреки всем законам природы, но не о таких чудесах, которые приходят в рамках законов, не отменяя эти законы, и приходят для того, чтобы помочь праведнику, уничтожить злодея, или для других целей. Вот это вот очень известный сбор Ромбана с Ибнезрой.